Планируется организовать три основных потока по уничтожению отходов. Первый поток – это уничтожение гуминесцентных и ртурных ламп. Второй поток – это отходы нефти, шламов, бензиновых шламов. И третий – это клинические отходы, это отходы медицины, это отходы химических реактивов. Почему выбрано именно три таких направления? Во-первых, в Ровно и в Ровенской области достаточно серьезная проблема с клиническими отходами. На сегодняшний момент их область накапливается порядка 500 тонн в год, и куда они деваются сейчас практически неизвестно. Опасность распространения инфекционных заболеваний, опасность вторичного использования шпырцов и голок достаточно высока. То же самое касается гуминесцентных ламп, потому что для депутатов и для громады не секрет, что 200 тысяч ламп в селе, возле села, просто свалено в кучу и лежит. И такая же ситуация находится по городу. И представитель СЭС не даст мне соврать, что одной лампочке, двух разбитых лампочек достаточно, чтобы всю школу, в школе которой лампочки, если не исцелка, достаточно, чтобы всю школу отправить на демокуризацию, а детей эвакуировать. А села? А села тем более уже нужно эвакуировать. Поэтому, исходя из того, что этот момент достаточно серьезный, было предложено поставить ровно, чтобы не возить, не перевозить, не собирать в больших количествах лампы, поставить установку по уничтожению, по снижкоджению лиминесцентных ламп. Данная установка вообще разработана с 1998 года и работает уже, наверное, в восьми городах Украины. Это и Одесса, и в России, и в Курске, и Одесса, и в Днепропетровск, в Славутичо, на сегодняшний момент уже прошли громадские слухания, эта установка стоит, будет устанавливаться. В Шостке, в достаточно большом количестве городов. Значит, что собой представляет утилизация лиминесцентных ламп и почему мы считаем ее практически безопасной? Значит, утилизация, изнижкоджение, или обробование, или изнищение лиминесцентных ламп, в данной технологии не используют ни воды, ни воздуха, то есть, забелезнение атмосферы и водных ресурсов и грунтов практически не происходит. В чем смысл обработки или уничтожения ламп? В дробилку, в шаровую мельницу, закладываются лампы. Туда же помещается газогенератор аэрозольной серы. То есть, дробление ламп происходит в дыму серы. И ртуть, которая содержится в лампах, в лампах, в стекле, она полностью переходит в нерастворимое состояние. Сульфидо-Тути, ну, террористичного граммодянина, она больше известна как киноварь. Как? Киноварь. Что? Киноварь, краска для, когда пишут иконы, вот, красная краска киноварь. Это одно из самых малорастворимых соединений вообще в природе. После того, как лампы обработаны, они переходят в четвертый класс опасности. И отходы, вот этот четвертый класс опасности, затаранивается согласно распоряжению министерства в Никитовке, на заводе Никит-Артуть, на их полигоне, на их шахте. То есть, сдаются туда. Что касается нефтешламов, остатков масел, очистки цистерн, лакокрасочных изделий, которые в достаточно большом количестве на сегодняшний момент присутствуют. Опять же, в тех же типографиях, которых, по нашим данным, в области больше 42. Для их уничтожения используется установка «Вихрь». Это разработка вообще КБ Южного для уничтожения гептила и меланжа. И она приспособлена, соответственно, для уничтожения вот этих отходов. Смысл ее, что при очень высокой температуре, 1400-1500 градусов, эти отходы сжигаются. И на выбросе, практически, кроме углекислого газа и азота, ничего не образуется. Что касается третьей установки, это печь, утилизационная печь, утилизатор термический, производительность 400 кг в час, предназначен для уничтожения твердых отходов. Вообще, установка и весь процесс полностью сделаны в соответствии с нормативами ИИС по сжиганию опасных отходов. То есть, камера сжигания, камера сжигания 1100 градусов, есть камера дожигания, специально сконструирована, в которой газ находится порядка 4 секунд при температуре 1200-1400 градусов. И линии очистки, в которой не используется влага, вода, используются полусухие компоненты для охлаждения, очистки газа. Ну, это если вкратце. Если есть, может, и...